Ответственность. Это понятие имеет непосредственное отношение ко многим событиям уходящей недели. От российского социологического опроса, о котором мы еще поговорим, до важнейшего совещания у президента, посвященного условиям ведения бизнеса в нашей стране, а точнее, тотальному контролю и излишним требованиям, которые губят в людях желание работать. Показать работу хотите или может наехать на кого-то? Взять, к примеру, требования к высоте помещений объектов питания. От пола до потолка она должна быть не менее трех метров. Почему не 2,80, не 3,5? Еще один яркий пример. Оказывается, яйца, мясо, молоко нельзя хранить в одном холодильнике. Ну, не знаю. Наверное, все богатые, не только. Ну, за этим столом, понятно, по пять холодильников у вас дома. Но в подавляющем большинстве людей холодильник один, в крайнем случае холодильник, морозильник, край. Ничего, никто не отравился. Может быть, кто-то не знает, на что бы приготовить простые драники, кто-то мне из чиновников рассказывал. Ресторанам нужно иметь как минимум несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства. И запомните, я для себя определился. Чем больше начальник, министр МЧС, Минздрав и прочие госстандарты, чем больше они ликвидируют разного рода нормативам, тем лучше будет для них. Если они будут цепляться, не дай бог, я обнаружу, что вы, искусственно, не выполняя мои поручения, оставляете некоторые нормативно-правовые, так называемые, ваши инструкции, что увеличат или оставят в том же количестве, или излишне предложите мне вот этих проверек, контролей, вы работ не будете. Мое жестокое требование, мы должны решить эту проблему. Один мой знакомый, которому приходится регулярно путешествовать на автомобиле между Минском и Москвой, поделился интересным наблюдением. Двигаясь по территории Белоруссии, он ни разу за два года не нарушил скоростной режим. Но в России он же с теми же навыками вождения и на той же машине вдруг становится нарушителем-рецидивистом. Знаете, о чем это говорит? О том, что движение в Белоруссии организовано лучше, чем в России. И что российская дорога, которая провоцирует вас на нарушения, организована так не по глупости, а главным образом для того, чтобы с нее могли кормиться коррумпированные полицейские. Но если в организации движения Беларусь ушла далеко вперед, то в условиях ведения бизнеса страна все там же. У нас действуют сотни правил и инструкций, которые невозможно выполнить, и которые существуют только для того, чтобы объяснить существование контролирующих организаций. Моя коллега Катерина Круталевич встретилась с белорусскими предпринимателями, которые рассказали ей, как эти правила влияют на бизнес. Частная компания Белнемф, одна из старейших в стране, на рынке более 20 лет, ежегодно экспортирует в Евросоюз тысячи тонн белорусских грибов и ягод. Уровень качества продукции подтверждают национальные и международные сертификаты. Обратно из ЕС фуры везут фрукты. За год работы в фирме привыкли к многочисленным требованиям контрольных органов. Но то, что произошло недавно, уверяют бизнесмены, шокировало. Фуру, которая перевозила яблоки из одного склада на другой, задержала под Логойском оперативная таможня. Груз был конфискован. В тот же вечер я приехал со всеми необходимыми документами на данный товар, о том, что товар находится в нашей собственности, был легально везен, был легально растаможен. Выяснилось, что яблоки уже проданы, как скоропортящийся товар. Возмущенный собственник обратился в Минский областной суд и выиграл дело. Действия оперативной таможни признали незаконными и обязали возместить стоимость груза частной компании. Но денег бизнесмены так и не дождались. Оперативная таможня подала кассационную жалобу в Верховный суд. Ну и Верховный суд уже решил, что товар надо было конфисковывать. Суть мы это не поняли, но как было, может понятно, что товар, если привезли в Республику Беларусь, а конкретно в город Минск, растаможили его здесь, будьте добры, здесь с ним что-то делаете. По Республике его возить не надо. Ну, во-первых, у нас не запрещено, даже я как собственник груза, я могу его транспортировать по Республике Беларусь в своих целях даже без сопроводительных документов. На этом, в принципе, есть все инструкции. На этом история завершилась, но собственник все равно считает действия таможни вышедшими за рамки полномочия, а спаривать дальше посчитали себе дороже. Конфликтов такого уровня в стране, конечно, единицы. Но, уверяют бизнесмены, создается впечатление, что контролирующие органы не несут никакой ответственности за свои действия. Зато у бизнеса порой главная цель выжить. И это при том, что по докладу Всемирного банка Беларусь вошла в десятку ведущих стран мира по проведению реформ, благоприятных для бизнеса. В рейтинге «Дуинбизнес-2017» республика заняла 37 место среди 190 стран и улучшила положение по сравнению с минувшим годом сразу на 13 позиций. Причем по позиции регистрации бизнеса мы вовсе пятые. Действительно, оформить свое дело можно за один день, а вот дальше начинается самое интересное. В стране уже свыше 6500 технических актов, причем более 500 – обязательные. В лицензировании примерно 900 административных процедур. Например, чтобы открыть свою точку общепита, надо получить 12 технических актов и разрешений. На это хождение по мукам уходит месяц. И как только ресторан открывается, начинаются проверки. МЧС, санэпидстанция, торговая инспекция – это далеко не весь перечень организаций, контролеров которых может увидеть предприниматель у себя на пороге. Причем прислать свою инспекцию каждая из фискальных структур может не менее 4 раз в год. С двумя плановыми и двумя внеплановыми визитами. А это уже минимум 12 проверок. Возможно ли меньше? Я бы определил это один-два раза в два года. То есть, вот я бы не определял бы это месяцами. Вы что, ни в коем случае. Производственный процесс современного общепита – настолько сложная, большая машина, особенно если у тебя есть хороший приток гостей, и тебе некогда расслабляться, что приход проверок сильно сбивает с ритма. Еще одна проблема проверяющих – это постоянная смена стандартов. Последней каплей для грузинского ресторана «Старый Тифлис» незадолго до закрытия стал запрет готовить на углях. Вдруг оказалось, что вытяжки, с которыми здесь без проблем проработали 5 лет, сконструированы неправильно. Какой же грузинский ресторан без шашлыка? Администрация Дома литераторов, ресторан под его крышей, со слов хозяев заведения в проблемы вникать не хочет. И попросту отключила арендаторам электроэнергию. А ведь «Старый Тифлис» создавали с нуля, вложив почти миллион долларов. Без этот кирпич, без вот этот даже вот камень тоже из Грузии привезенный. Что дальше будет, если я уйду? Я не знаю. Я думаю, что уже все здесь сделано. И потом я не знаю, для кого хотят и кому хотят отдать. Хозяин «Старого Тифлиса» привез бизнес в Беларусь в полной уверенности, что поступает правильно, ему импонировали порядок в стране и, как он представлял, прозрачность правил. Ресторан действительно демонстрировал высокий уровень кухни и сервиса, но теперь Мамука намерен все вопросы решать в суде. И если бизнес с миллионными вложениями еще может себе позволить уплату штрафов и судебных издержек, то маленькие компании попросту закрываются. Открыть такую парикмахерскую в многоквартирном доме «Старту», уверяют владельцы, было непросто. Потратили больше 50 тысяч долларов, в том числе и на то, чтобы привести помещение в полное соответствие с санитарными нормами. Сегодня сюда пришла плановая проверка. По итогам плановой проверки после акта по нарушениям готовится предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки. Да, но если бы сейчас этой аптечки не было, то сначала был бы штраф, а потом предписание. Сначала, грубо говоря, да. Только перед этим еще сначала акт, потом штраф и предписание. Хорошо. Если нет аптечки или в ней лекарства просрочены, сколько штраф? Сколько за это нужно заплатить? В соответствии с статьей 16.8 административного кодекса, то есть на индивидуального предпринимателя максимальная сумма штрафа до 50 базовых величин. За аптечку? У нас конкретно нигде не разграничивается. 50 базовых – это 1150 белорусских рублей, что в эквиваленте больше 600 долларов. Для парикмахерской на два кресла – зарплата двух мастеров. Здесь порочная мотивация. Порочная мотивация – найти что-то, обложить штрафом. Потому что если там, условно, некий контрольный орган проработает год без никаких там санкций, вопрос, зачем он нужен? Хуже всего, говорят в союзах предпринимателей, дела обстоят в регионах. До 15 проверок в год, например, на гомель-лифте, научили руководство просто молча соглашаться с проверяющими. Доходит до смешного. У нас была проверка, что на урне не было надписи, что это урна для мусора. Но понятно, что она не для складывания денег. На территорию попала каким-то образом кошка, которая бежала. И нам в акте отразили это замечание. Это для того, чтобы набрать какое-то количество замечаний, чтобы показать, что в этой организации плохо. Гомель-лифт в частных руках с 92-го года. Сегодня в штате компании почти 500 человек. Предприятие – один из лидеров среди прибыльных производств в регионе. Только в прошлом году почти 3 миллиона динаминированных рублей ушли в казну в виде налогов. Здесь говорят, готовы и дальше работать, но надеются на адекватное отношение. Ни один руководитель в стране и в мире, наверное, не желает, чтобы у него произошел нечастный случай. И поверьте, я не меньше нашей инспекции труда, а гораздо больше заинтересован в том, чтобы в нашей организации ничего не произошло. Для нас это бизнес. Над тем, как уравновесить интересы государства и бизнеса, сейчас работают и в парламенте. Предложения депутатов в основном касаются более жестких разграничений штрафов, введения системы предупреждений и снятия двойных проверок. Опыт Сингапура в надзоре за строительством. Они увидели, что количество надзорных органов у нас и в Сингапуре одинаково. Но при этом Сингапур находится на втором месте в рейтинге Всемирного банка. Ну а мы, скажем так, чуть ниже. Почему? Оказалось, что все просто. Те же надзорные процедуры, они выполняются, во-первых, совмещены, и во-вторых, выполняются с использованием электронных процедур. То есть бизнесу просто это незаметно. Разумеется, требования, которые касаются безопасности жизни, здоровья людей обязательно останутся жесткими. Но все же деловые люди надеются, что контролеры из противников превратятся в союзников. В конце концов, они просто обязаны отстроить деятельность в русле президентских требований. Стремиться помочь, а не наказать. Сегодня в малом и среднем бизнесе заняты полтора миллиона белорусов. А к 2020-му эта цифра должна увеличиться вдвое. Если, конечно, деловая атмосфера будет по-настоящему благоприятной. В противном случае предпринимательский класс просто не сможет дать стране 50% баллового продукта, что запланировано прогнозом социально-экономического развития. И хуже от этого будет не только бизнесу. Катерина Круталевич, Максим Вечерков, Дмитрий Семченко. Контуры ОНТ.